Друзья, в этом видео я хочу поделиться с вами своим опытом, как я собираюсь на утренние и весенние тренировки, когда довольно прохладно на улице. Вот я и расскажу, как надо собраться, как одеться, что с собой взять. То есть, я не претендую на то, что это подходит абсолютно всем. Я рассказываю о том, как это делаю лично я на протяжении недостаточно многих лет. Мне это хорошо помогает. Думаю, вам мой опыт будет тоже полезен. А также я покажу вам фрагмент своей утренней тренировки. Ну, смотрим. Вперед. 21 на улице, 0 градусов, решил на велике прокатиться. Бац, колесо, сам спущено. Быстро качаю колесо, быстро все делаю, собираюсь, и это не меняет мои планы. Я Михаил Шилов, автор проектов докторшилов.ком, корректура.ру, будашин.ру, макевара.ру, будоблог.ру. Наступила весна, а прекрасная пора для того, чтобы начать тренировки на улице. Посмотрите, как вообще шикарно. Сейчас очень рано. Сейчас 6 часов утра. Встал я вообще в 5, чтобы доехать до этого места. Потом, ничего, я поеду дальше. У меня сегодня велотренировка. О чем я хочу сказать. Вот сейчас с утра бывают заморозки. И многие совершают ошибку, то, что на утреннюю тренировку надеваются очень тепло. Потом во время тренировки потеют. Потом, после того, как они пропотели, значит, соответственно, если не возвращаются бегом домой, значит, остывают. Одежда не всегда соответствует тому, какая она должна быть. И получается такая вещь, что дискомфорт возникает на тренировке. Вначале тренировки холодно, пока человек на тренировку добирается. А потом, соответственно, все наоборот. Потом ему просто тренировки холодно. Во время тренировки дискомфортно, потому что он одет очень тепло и очень сильно потеет. Вроде, казалось бы, это банальные вещи. Все это должны знать и понимать. Все об этом постоянно говорят, что так надо делать. Но тем не менее, не делать. Посмотрите, сейчас на улице 0 градусов. Одет я очень легко, потому что я сейчас на велике сюда конкретно гнал быстро. Поэтому мне жарко. Тело генерирует очень много тепла. И смотрите, какое яркое солнце вышло сейчас. Поэтому на солнце нагревается все хорошо, довольно быстро на прямых лучах. Поэтому одеваться надо комфортно, для того, чтобы на тренировке не потеть. Более того, это позволит вам проводить тренировку более интенсивно, более мощно в разрывном самих характере. Потому что если вы будете сам тормозить, то вы будете замерзать. Это дополнительный стимул для тренинга. Единственный момент, что не надо, чтобы остывало, это, конечно, не надо заслужать свою голову. Не надо, чтобы замерзали руки и ноги. Поэтому надевайте теплую обувь, надевайте перчатки. Видите, я не просто делаю перчатки надел, я по одних еще надел обычные тонкие перчатки. И шапка. Всегда с собой я беру вот такой рюкзак. Некоторые думают, нафига такую с собой брать штуку. А потому что там есть все. Там есть дополнительная куртка. Там есть попить. Там есть все. То есть инструменты, которые для ремонта велосипеда. Если мне понадобится это. Вот сегодня с утра, например, мне велосипед. Бас и колесо оказалось спущено. Но я не отказался от своих самых планов. Быстро подкачал колесо на велосипеде. Потом разберусь, что такое. Ну, то есть, вот инструмент там есть. Есть там нож, спички. И все такое. Потому что я часто катаюсь по лесу далеко от дома. Заезжаю и за 40 километров, и за 70 иногда. И в принципе, у меня должно быть с собой все. Для того, чтобы если вдруг какая-то проблема будет, чтобы я мог и согреться, и развести костер, и все такое. Вот. Поэтому обязательно с собой берите это все. Не пытайтесь ездить с очень малым количеством самих вещей. То есть, брать вот такую-то нам типа поясную сумку, и все. У вас должны быть обязательно с собой, в том числе и деньги. Мало ли что, и вы остановитесь здесь, не будет на трассе. Велосипед окончательно поломается, а она будет находиться далеко. По крайней мере, вы сможете машину взять. И чтобы вас там отвезли до дома вместе с велосипедом. И так далее. То есть, обязательно предусмотрите все. Вот. Или в конце концов, вы долго будете находиться вне дома. Вам захочется просто перекусить. Хотя это можно тоже брать с собой. Единственный момент. Рюкзак должен быть такой, чтобы он очень хорошо фиксировался, плотно. Вот. И чтобы вы тогда могли... Чтобы он вам не мешал. Более того, сейчас я приеду на стадион, поеду сейчас обратно. У меня там находится в рюкзаке. Значит, перчатки для занятий на снарядах. Находятся у меня, значит, петли TRX для кроссфита. У меня тренировка, так и продлится дальше. Ну и, конечно, может быть, оргтехника какая-нибудь, планшет в основном может быть. Может быть, фотоаппарат. Вот у меня там находится в том числе и та камера, на которой я снимаю видео. Это сейчас и салфистик, на котором эта камера находится и так далее. То есть, обязательно к тренировке готовьтесь заранее. Лучше с вечера, если у вас тренировка с утра. Самый лучший подход. А с утра лучше проверить. И тогда тренировки у вас будут великолепны. Ну, а я погнал дальше. Ну, тут у меня, конечно, перед боем с тенью выпал небольшой фрагмент, когда я делаю разминку, дыхательный комплекс и энергетические комплексы ката Санчин и Тэншо. Это обязательно. Суставная гимнастика, дыхание – это перед каждой тренировкой всегда. На самом-то деле, я и бой с тенью стараюсь делать перед каждой тренировкой. Перед каждой силовой, перед каждой другой тренировкой. Во-первых, это хорошо разогревает вообще все тело, подготавливает его. А во-вторых, это хороший дриблинг, это освобождает бойца, раскрепощает. Вообще замечательно. Очень советую. Кроме того, является еще элементом кардио тренировки неплохой. Пять раундов так отбейтесь, и будет великолепно. Вот как у меня. Я тут маленький кусочек записал. А так, в самом деле, пять раундов по три минуты. Затем наступает время для кроссфита. При кроссфите я делаю несколько кругов. Обычно это три-пять кругов, которые состоят из пяти. И до десяти разных упражнений. В каждом круге упражнения делаются безостановочно. То есть одно следует за другим. И между кругами делается перерыв от одной до трех минут. Где-то в среднем так. Ориентируюсь я на частоту сердечных сокращений. Стараюсь, чтобы она не превышала 160 ударов за минуту. Но это индивидуально, отмежно по таблицам. Досмотреть для своего роста, веса, возраста и так далее. Ну и также оценивать уровень собственной подготовки. И тогда будет эффект максимально жиросжигающий. Упражнения я подбираю не очень тяжелые. Для меня, для некоторых они тяжелые могут быть. Ну так, чтобы можно было повторить от 10 до 20, иногда до 30 раз. Ну все. Дальше смотрите, как это делаю я. Дальше смотрите, как это делаю. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok